МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость сегодняшнего диалога Куата Кижанов. Доктор политэкономических наук. Эксперт в экономике с 15-летним стажем государственной службы. Директор Института управления Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. В своем сентябрьском послании глава государства Касунжа Маркемелевич заявил, что самой главной социально-экономической проблемой является распределение доходов среди населения и вот этот вот дисбаланс между очень богатыми и очень бедными. Как вы считаете, как можно искоренить данную проблему и возможно ли, и правильно ли, что ввели налог на роскошь? Спасибо за вопрос, Сергей Былан. Это очень правильный вопрос, я бы сказал. Один из самых главных, не только для Казахстана. Я бы здесь отметил, как эксперт по проблемам неравенства, что проблема имущества неравенства или распределения богатства или экономического неравенства, это проблема, которая присуща, обострилась за последние 30-40 лет. Причем как в странах с высоким уровнем доходов или со средним уровнем доходов, как Казахстан, так и в бедных странах. Значит, это связано с неким макросистемным анализом, что изменение идеологии, сама система трансформировалась, капиталистическая. Это очень долго рассказывать. Но в Казахстане мы могли бы пойти по таким же путем, ничего не изобретая, как большинство стран социал-демократического направления. То есть укрепление институтов, которые способствуют эгалитарному распределению богатства. Это то, что вы отметили, или то, что глава государства уже поручил. Например, прогрессивная шкала налогоблажения, а именно налог на роскошь. Здесь, конечно, правда будет в деталях скрываться, что под этим понимается. Для кого-то там роскошь – это будет четырехкомнатная квартира, а кто-то скажет, это только особняки огромные. То есть здесь очень много будет вопросов. Но опять же, нам не нужно будет изобретать колесо. Нужно посмотреть на международный опыт тех стран, где это делается. Но я бы отметил, что все-таки нужно такие вещи не половинчато делать, а именно, как я уже отметил, ту же прогрессивную шкалу налогоблажения вводить. Если о ней говорить, то у нас уже больше 20 лет плоская шкала. То есть все платят, независимо от уровня доходов, 10%. И вроде это представляется как справедливо. Это и был один из аргументов. За последние 30 лет, не только в Казахстане, но я бы хотел напомнить, что вообще во всех странах развитых, на которые мы ориентируемся, в Западной Европе, в Северной Америке, Японии, страны, которые относятся к высоким уровням доходов населения, одним из показателей, на которые не обращали внимания, это был уровень коэффициент джинии, неравенства. Вот в этих странах развитых он все-таки очень низкий, относительно низкий. Это добивалось в том числе путем перераспределения богатства. Хотя это слово как бы боялись, особенно мейнстримовские экономисты. Но это именно тем, чем занимались в послевоенный период, где-то с 50-х, 40-х годов до 80-х, все развитые государства. И Казахстан не может быть и не должен быть исключением. Наша экономика зависит от тех ресурсов, которые мы находим и, соответственно, перепродаем в другие страны. Как нам избавиться от ресурсной экономики и все-таки перейти к создающей экономике? Исключительные примеры, когда государство, страна, имея природные ресурсы, все-таки сумела дифферсировать экономику. Это обычно из тех стран, где социал-демократические институты уже были окрепшими. И страна после того, как имеет эти институты, нашла. Все остальные, в основном, если они были не окрепшие, они попадали в эту ловушку проклятия ресурсов. Но у нас многие шаги уже предприняты были. Другое дело, как они исполняются. Тот же, например, фонд национальный, он же имел двоякую цель. С одной стороны, стабилизационную функцию, чтобы стерилизовать тот наплыв валюты, которая неожиданно в сторону приходит, считается незаработанной, и уничтожает производство. А с другой стороны, чтобы для следующих поколений, чтобы оставить что-то. Но у нас есть так называемый трансфер из этого фонда, и он не уменьшается. То есть мы немножко эти деньги проедаем. Поэтому здесь нужно отдельную политику устраивать. Именно как воспользоваться этими деньгами, чтобы направить их на диверсификацию экономики, а не на проедание. Но вот сейчас эту новую экономическую политику как раз-таки пишут те люди, которые писали предыдущие, как правило. Насколько теперь она будет успешной и будет ли? Или нужно все-таки обратиться к более молодым специалистам? Справедливо вы отметили, Ирки Булан, что в самом вашем вопросе ответ есть. Я начну со второй части, что возраст здесь не есть гарантия. Потому что если человек очень опытный или наоборот очень молодой, что они какие-то несут прогрессивные идеи. Мне кажется, здесь все-таки вопрос больше политической воли и экспертно-академического сообщества. Но такой момент у нас существует в Казахстане, что если те же люди, которые обладают каким-то определенным уже психологическим инструментом, извините за такой академизм, они не могут выйти за рамки того, чего их научили. Или то, что они делали последние 5-10 лет, допустим. И вот я даже недавно статью писал в газете во власти. Это была моя реакция, комментарий к интервью представителя агентства по стратегическому планированию. Я, к сожалению, когда прочитал то интервью, как раз-то меня убедило в том, что, как вы и сказали, что те люди, которые когда-то 5-10 лет назад или даже 20 писали эти программы, они опять предлагают те же методы. Они не могут выйти за рамки того мышления, в котором они сидят. А стоят в тех же границах. Да. Когда глава государства говорит про новую экономическую политику, это нужно понимать, что ее могут написать только те люди, которые обладают новым экономическим мышлением. К сожалению, наше экспертное сообщество, а также люди в госаппарате, которые отвечают за эти вопросы, они сидят именно в этих парадигмах. Могут ли наши вузы обеспечить Казахстан новыми кадрами с новым экономическим мышлением? Если только мы начнем все-таки больше говорить, и не только говорить, но и делать то, что называется академической свободой, и то, что называется таким плюралистским подходом, о том, что, опять же, глава государства призвал, в политике плюралистский подход, и в экономическом мировоззрении, он тоже нужен, и в академической политике. Понимаете? Даже когда я читаю, вот там, работы магистратов или докторатов, то я вижу, что, конечно, они все равно еще в каком-то живут. Мы, с одной стороны, всегда говорим, о, мы в более свободном мире живем, у нас столько источников информации, люди уже не только на двух языках говорят, не только на казахском, на русском, на английском, но я не вижу того, что это прямо вот так видно, да? То есть здесь вещь идет о том, что нужно будет свою казахстанскую школу экономики создавать. Часто бывает такое, что просто там выпускник зарубежного вуза, приезжая к нам, не может полученные знания применить в казахстанских реалиях. Как с этим бороться, как вы считаете? Ну, если говорить о тех вопросах, о которых мы говорим, разработка тоже стратегии, здесь, наверное, возможно, даже речь идет о какой-то критической массе. Когда все больше людей появится, таких которых, а это оно там за один день не так не появится, поговорили во вторник, среду нашли. Это какой-то процесс, это именно в обществе, в экспертном обществе должна такая скульптура сложиться, плюористских обмена мнений, какие-то новые появляются дискуссии, новые понятия вводятся. И, кстати, что самое интересное, даже смешно, трагедия в том, что эти так называемые новые понятия, они на самом деле просто хорошо забытые. Все говорят, что жена Казахстан, жена Казахстан. Как вы его понимаете, что для вас жена Казахстан? Здесь совпало, может быть, мне даже как-то повезло, что так как я вопросы неравенства изучаю, а это очень такая тема, знаете, междисциплинарного характера, неравенство социальное, экономическое, политическое, то для меня жена Казахстан, и, по-моему, президент несколько раз уже расшифровывал, это в первую очередь справедливое Казахстан. Справедливость тоже можно по-разному понимать, но если мы говорим с точки зрения макросистемного анализа, развития страны, то для меня это больше все-таки ассоциируется с вопросами социально-экономической политики. То есть, опять же, это вопрос экономического равенства или неравенства. Поэтому для меня жена Казахстан – это справедливый Казахстан, где речь идет не только о возможностях для каждого, но где государство и страна создают такие структуры и системы, где человек может реализоваться, понимаете? Потому что можно сколько угодно говорить о важности социального капитала, такие модные термины, что каждый из нас сам ответственен. Но правда в том, что за последние 30-40 лет мы еще раз убедились, что общество будет справедливым в той стране, где человеку предоставляются такие возможности. Правные. Да, а не то, что он сам чего-то там добился. Кто-то выучил английский, кто-то не выучил. Это дело не в талантах, а дело в том, как эти таланты раскрываются, дает ли им страна возможность раскрыть эти таланты. То есть, это страна, где раскрываются таланты и есть равные возможности. Совершенно верно. Я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, было очень увлекательно. И желаю вам хорошего дня и успехов. Спасибо, взаимно.